Друзья мои, уже немало существует рекомендаций, как правильно рассказать детям о сексе. И все советчики торопливо перебивают друг друга, стараясь впихнуть в свои рекомендации как можно больше информации, часто не нужной детям. В целом, можно разделить такой разговор на два периода. Это когда-либо еще слишком рано, либо когда уже слишком поздно. А вот как угодить в узкую полоску вовремя, еще не удавалось никому. Поэтому все, что я слышу от взрослых сейчас уже людей, моих пациентов, это либо вообще не говорили, потому что тема была запретной, либо стыдливо гнали всякую пургу, когда я уже все знал. Как бы то ни было, я благодарна всем родителям от собирательного лица моих пациентов даже за этот нескладный разговор, даже просто за попытку принять во взрослеющем подростке, мальчике или девочке пробивающиеся ростки будущих мужчин или женщин и их сексуальности. Но есть еще особая вредоносная категория родителей, которые под маской добрых пожеланий, штампов, которым их научили и их родители тоже когда-то научили. И ничего, человеком стал, травмируют детей и закрывают им путь к счастью. Интересно узнать, что не надо говорить детям, тогда погнали. Знаешь, секс это такая штука, что рано или поздно ты с ней столкнешься и я ничего не могу поделать против этого, не могу тебя остановить. Ты все равно вляпаешься в эту гадость. Пожалуйста, когда тебя совсем уже нельзя будет остановить, убедись, что это безопасно. В чем здесь подвох? То, что когда наш малыш подрастет и забудет это предупреждение, начнет считать себя взрослым, самостоятельным человеком, просто одиноким, потому что не встретилась еще та, которая ему все, ему все возможные варианты будут казаться опасными и с этим ничего не поделаешь. Да-да-да, инстинкт самосохранения более значим, чем продолжение рода. Но не может он пойти туда, где опасно. Вдруг вагина зубастая такая, саблезубая. А как надо, как в сказке, когда у двоих отношения, они любят друг друга и доверяют, и несут ответственность за жизни друг друга, у них случаются сексуальные отношения. Если они готовы к браку и рождению детей, то можно в принципе ничего не делать. Если пока еще учатся и не готовы к официальным отношениям, то тогда нужен презерватив, потому что бывают инфекции всякие и незапланированные беременности. Вот тебе пачечка. Следующая вредоносная программа. Смотри в подолене принеси. Часто такие угрозы сопровождаются красочными примерами того, как некоторые девочки в институте загуляли с мальчиками, и на этом вся их учеба закончилась. Вот вернулась в деревню и снова полы моет и коров доит. Это любимый способ зазомбировать женщин, чтобы она либо страдала бесплодием, либо child-free стратегией. Как будто нельзя быть одновременно достигаторшей, женственной, успешной в любви, сексе, отношениях особой еще мамой. Кто сказал, что в жизни либо секс, либо все остальное? Ваша мама сказала? А девочки всегда верят маме. И даже когда этим девочкам глубоко за 40, грустная картинка, но когда-то же надо рассказывать правду. А правда в том, что девочкам надо не запрещать, а учить их ставить границы в отношениях. Учить их следовать за своими целями и потребностями. Определять, насколько я готова к отношениям. И что я хочу здесь и сейчас? Чтобы девочка думала не «Ой, не дам, останусь одна, он меня бросит», а думать вот так «Я пока не уверена, стоит ли мне начинать, подождем, пока я пойму». Ну и третий вариант звучит так. «Любезный мой потомок, есть одно дело в жизни, но не то чтобы дело, а тьфу, какая гадость, что у меня и слов нет, как это объяснить. Я тебе сейчас лучше картинки подскажу». Дальше мама достает учебник и показывает картинки. Самое ужасное, что такие мамы часто бывают из разряда образованных культурных женщин, врачи, учителя, начальницы там всякие, которые должны бы помочь своему чаду адаптироваться к жизни, а они только мешают. Посыл тут такой, мол, будешь сексом заниматься, пивиська отвалится или влагалище язвами покроется. А как надо? Ой, я помню себя в твоем возрасте, мне тоже было не сладко, прыщи. Уж как я с ними боролась и выдавливала, и спиртом выжигала, как цела-то осталось. Спасибо, сами прошли. Помню, руки длинные такие выросли, сразу казалось, что все свитера мне малы, не знала, куда эти руки прямо пристроить. Какой здесь посыл? Я вижу, что ты, мой ребенок, изменился или изменилась, признаем эти изменения. У меня самой были такие же проблемы. Объединяем эти проблемы и делаем акцент на теле, то, что на самом деле волнует подростка. Я твое тело заметил, я заметил, что ты поменялся. Для первого раза этого достаточно, это хороший задел. В следующий раз будет о чем продолжать. А вы какие выводы сделали для себя?